Молодой человек так тебя любит! Да, любит. Оно и видно. Разумеется, видно. Неужели ты в этом сомневаешься? Это ни на что не похоже. Что тебе еще нужно? Такой красивый, очень милый молодой человек. Влюблен без памяти. Да тебе-то что за дело? Да не могу я этого не видеть. Разнодушно. Делать такие терапты над человеком, которые, может быть, ни душой, ни телом не виноваты. Это ужасно. Нет, он стоит. Он еще не того стоит. Попался тебе мужчина с кротким сердцем. Можно сказать, с ангельским. Так его и мучить. Хороши ваши мужчины. Нечего сказать. Меньше женщины, да ваши тоже хороши. Разумеется, лучше мужчины. Ну, едва ли. Про какое это ангельское сердце ты говоришь? Конечно, про устрашимого. Разве у фальшивых людей может быть ангельское сердце? Давно ли это? Кто же тебе сказал, что он фальшивый человек? Против кого он, фальшивый человек? Решительно против всех. Но только не против тебя. Он такой душка. Прелесть что такое? Бессовестный. Ангел и не человек. Мерзавец в каких свет не произволь. Очарование? Что за мужчина? Ну и возьми его себе, коль он тебе так нравится. Мне не надо. Не извольте обо мне беспокоиться. Я, конечно, умею ценить людей. Но и то, что ты. Да скажи ты мне, наконец, за что ты на него сердишься? Тебе хочется знать. Изволь. Да, когда это было? На той неделе во втором. Еду я мимо чистых прудов. Вдруг вижу. Этот господин идет под ручку с какой-то дамой. Садятся на лапочку. И так горячо разговаривают. Да ты хорошо ли рассмотрела? Да где же было рассмотреть? Оно бы и нужно было остановиться. Так я уж не в себе была. Во всех членах трясения сделалась. Вместо того, чтобы сказать, что куча жестой, я кричу, скорей, скорей. Как домой приехал, лучше не помню. Тут же велела его не пускать и письма от него принимать. А может это не он? Надо узнать. Да как же узнать-то? У него что ли спросить? Он разве скажет? Известное дело. Обманет. Перевернет все в другую сторону. Нет. Лучше бог с ним. А сама плачет. Да вот и трипунный король на столе. Значит ты об нем думаешь. И не воображал. Помирись. Но сделай милость. Но ради меня. Душа не к вам. И не та, что на свете. Ты пожалей ты меня. Я ни одной ночи не усну, пока вы не померились. Нет. Уж у меня другой есть. Выйду за него замуж. Ведь он такой скромный, учтивый. И ты осмелишься это криво варварство сделать? Что за варварство? Да как же не варварство? Применять такого человека на какую-нибудь дрянь. Совсем не дрянь. Во-первых, он не то, что другие. Он любит меня. Да. Как же любит. Обманывает он тебя. Прикидывается только. Во-первых, это сейчас видно, кто обманывает. А во-вторых... Да, увидишь ты у них. У кого у них? У мужчин. Так тебе придут, что и не услышишь. Уж обмануть и их дело. Только этим всю жизнь и занимаются. Мы им на шерстку созданы. Вот они и потешаются над нами. У тебя, Несса, что-то семь пятниц на неделе. Давича хвалила мужчин. А теперь уж нехороши стали. Ну и что? Давича одно говорила, а теперь говорю другое. Но все-таки Устрашимов бесподобный человек. А этот твой новый дрянь. Устрашимов никогда не позволит тебе обмануть женщину. А этот обманывает. Вот тебе и все. Это сразу видно. Да этого и не может быть, чтобы Устрашимов был тебе неверен. Давай хоть на картах загадаем. Вот все и узнаем. Гадай. К ли тебе хочется? А? Бабушка-старушка. Ну что скажешь? Была? Была и мед вела. Ну, сам тепло вот не попало. Ну, так здесь попадет. Что же? Сокол в путь снаряжается. Чай скоро прилетит. Анфиса. Пускай прилетит. Мы его примем как должно. Нет, это из рук вон. Ты так ветрено, так ветрено. Это никуда не годится. А что же в этом такого дурного теперь еще спросить у тебя? Ты еще понимаешь ли, какое это дело? Как оно называется? Ведь это судьба. А что такое судьба? Понимаешь ли ты это? Может, ей на роду написано быть за ним замужем? Так разве можно от своей судьбы ехать? Где это видано? Тебя послушать только. У вас все судьба. Все свахи так говорят. Интересное дело. Вам в этом выгода. Вот вы и хлопочете. А что такое сваха? Сваха это великое слово. Не у всякого хватит ума, как его понимать. Ежели рассудить хорошенько, так нас надо в нас всякими разными чарами жаловать. Вот что я тебе скажу. Нами-то только и государство держится. Без нас никакое государство стоять не будет. Вот что такое сваха. Не будь нас, ну и конец, и рот человеческий прекратится. Не беспокойся, не прекратится. Ведь и тебе, Сынать, ты еще молода для этого. А что, Гаврилиха, каково они живут, достатком или нет? Ну какие достатки приказны? Мне перед тобой боить нечего. Ну, не больно, а вантажно. Избушка на курьих ножках маленько того. На бок рогатого скота петух до курицы. Серебряной посуды крест до курицы. Да тебе-то что за дело-то достаток? У тебя у самой много. Тебе человека нужно. Помни, как и он пришел. Кто-то в передней толчется. Пойди, ничего, не бойся. Пойди, говорят тебе. Чего бояться-то? Здравствуйте, Михаил Дмитриевич. Я давно хотела с вами познакомиться и очень рада, что вы пришли. Садитесь, пожалуйста. Ну и сядь. Ой, садись, коли просят. У вас должно быть служба не очень трудная. С девяти до половины треть. Надо вред, когда дали. Оно и видно, что вам делать-то нечего. Только вы по всей Москве и ходите. Ах, какая ты Анетта. Отчего же и не ходить? Погода нынче прекрасная. Проминаж. Хорош проминаж. Черезовсю Москву. Разумеется, без цели не стоит ходить. У них, может быть, цель какая-нибудь есть, почем ты знаешь. Может быть, им кто-нибудь нравится в нашей стране. Вероятно, вы за этим уходите в нашу сторону. Да, так тоже. Вот видите, я и угадала. Ой, мудрено было угадать. А позвольте вас спросить, кто это вам нравится в этой стране? Это я должен сохранять в глубине души своей. И очень вы ее любите? Для моей любви нет границ. Нет слов, чтобы выразить. Вот как. Это должно быть очень приятно, когда так любят. Слышишь, Анетта? А я так думаю, что оттого и нет слов, что сказать-то нечего. Конечно. Кто знает много стихов с хорошей, тот сейчас может прибрать на всякий случай. А кто, если не знает, как же он выразит свои чувства? А вы много стихов знаете? Я ужасно люблю стихи. Я больше все чувствительными стихами занимаюсь, которые выражают любовь все разные страдания. А то много ли стихов написаны теперь и хикс, которые ничего не выражают. Так те для меня не интересны. А вы скажите какие-нибудь. А мы послушаем. Ну и скажи, колеснаешь. Прикажете чувствительные. И сделайте милость чувствительные. Льются слезы, дух мечется, томно сердце, томно бьется. Где, любезная моя? Нет. Что-то больно нескладно. Есть и другие, сон. Какие это такие? Пастухи, ищущие свои пастушки. Голос нежный. Так их книжки напечатаны. А то я знаю. И жестокие, сон. Скажите, жестокие. Злой пастух. Весь твой дух ныне применился. Да иной красотой знать теперь пленился. Что ты наладил про пастухов? Нужно очень, негде какая. Ты хорошей каким-то расскажи. Про ерцегиню. Либо про прынца. У меня дома тетрадь есть для стихов. Я в нее вписываю. Если прикажете, я принесу. Малость. Только жаль, что хороших стихов достать нет. У нас в суде никто этим не занимается. Только разве один устрашил? А вы разве в одном суде служите? В одном. И даже за одним столом. Как я вам завидую. Так значит, вы его хорошо знаете. Как же не знать? Пять лет вместе служим. Ну вот и спроси про вторник. Мне хотелось бы от вас слышать. Что он за человек? Одна моя знакомая очень им интересуется. Я не знаю, как говорится. Как бы не вышло, чего с ним. А что же может выйти? А ежели он узнается? Не бойтесь, не узнает. А разве он дурной человек? Одно слово. Разбойникс. Разбойникс? Душегубец. Какой вздор, вы говорите. Скучно слушать. Помилуйте. Какой же вздор, когда есть пример. Боже мой. Он убил кого-нибудь? Нет, не убился. Хочет убить. Господи, сейчас. Уж не вас. Да, меня съебал. Только уж вы сделаете одолжение ему. Вы чего не говорите? Что вы, что вы? Я его и не знаю. Нет, это вы нарочно. Он сказывал, что вы с ним знакомы. Только у вас теперь ссоры ушли. Ну, то есть, да. Мы были знакомы. Но теперь уже все кончено. Это очень хорошо. Правда. Вам это нравится. Да как же. Что же от него можно ожидать, коли он разбойник? Кроме неприятностей, ничего. Теперь вы представьте себе, за что же он меня хочет убить, Господи? За то, что я к вам в дом пришел? Так уж ведь это кому счастье. Зачем же мне от своего счастья? При том же, я человек с большим вкусом. Для вкусов еще гораздо больше, чем у Страшимова. А средств к жизни нет. Следственно, я должен их искать. Как бы мне теперь средств? А про Страшимову я бы много-мог сказать. Да по-товарищески не годится. Только одно скажу. Что человек с самой черной души. Вы нам вот что скажите. Вактор. У Страшимова был в суде? Да. И сделайте одолжение. Вактор. Позвольте себе. Он вакторник был дежурный. Целый день в суде. И ночевал там. Ну что? Говорила я тебе. Если человек со вкусом, да не имеет средств, это ужасное положение. Мечтаж, что представляется богатством. И даже во сне. Что? Письмо. Я говорю, когда много вкусу. Да притом в мечтах. Не угодно ли вам по саду прогуляться? Ничего. Мне и здесь хорошо. Уж сделайте одолжение. Мне надо тут заняться кое-чем. И мы сейчас к вам придем. Ну уж пойдем. Надь, им что-нибудь нужно. Да читайте скорее. Милосливая государиня Анфиса Даниновна, наконец я узнала, чего происходит ваш гнев на меня. Маша мне все рассказала. Но я ни в чем не виноват, в чем вы сами можете легко убедиться. В этом только спросите у кого-нибудь из моих товарищей, где я был во вторник, вам всякий скажет, что я был дежурный. Спросите у Дебальзаминова и своего нового обожателя. Он столько глуп, что не сумеет солгать, хотя бы и хотел. Если я и теперь не дождусь от вас ответа или приглашения, то вы меня знаете. Я человек решительный. вам придется отвечать за меня пред Богом, правительством и публику. Мрачную душу мою стерегут свои демоны. Я отдал ее им на жертву. Поверь же ты скорее. Да что ты раздохлась? Я сейчас за ним пошлю, он у ворот дожидается. Маша! Позови Павлина Ивановича. Что же мне делать с Бальзаминовым? Я пойду в сад и удержу его. Когда он вернется, он сам поймет, что ему здесь делать. Нечего. Ну и прекрасно. Милочку. Вы меня звали? Не стоять же вам у ворот. Что же вам угодно? Вы хотели меня видеть. Что вам угодно? Я хотел перед вами оправдываться. Что же вам оправдываться? Мужчины всегда правы. Да я совсем не за то сержу, за что вы думаете. Так за что же? Уж я знаю за что. Ну, однако. Ну, всего не перескажешь. Если вы меня звали только затем, так прощайте. Куда же вы? Вам, я думаю, решительно, все равно. Куда бы я ни пошел. Почему же вы так заключаете? По всему. По вашему приему. Потому что здесь у вас бальзаминов. А, впрочем, кроме себя дает. Останьтесь. Замечайте. А к чему мне оставаться? Ну, скажите, к чему? Вы хотите, чтобы вас спросили? Как вы горды. Да, вот. Так. Я могу. Но не против вас. Докажите на деле, что не горды. Я вам уже доказывал много раз. И могу доказать, когда угодно. Вы видите, горд ли я? Я ни в чем перед вами не виноват. Но я прошу у вас извинения. Ну, не сердитесь. Встаньте. Не держусь. Вы меня измучили. Ура! Победа! 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 Памирились. Памирились. А я-то время за вас наступала. Вот, спросите её. Покурнич, вас благодарю. Какой у вас прекрасный сад! Печанких цветов очень много. Только если бы я был богат! Что ж бы ты? Я быс. Как же это? Зачем вас? Зачем я-то? Это очень просто. Ты-то зачем? Да вот всё Гаврилиха. Навязывается со своими женихами. И кто её бросит? Я и не думала. А ты тут-то святовством. Ну, кто ж тебя знал? Я думала угодить. Увести, что ли? Наш дело такое. Где тебе спасибо скажут, а где и в шею вытолкнут. И не рад, а будь готов. Да как же? Ведь вы поссорились. Они поссорились, они и помирились. Это же их дело. А как же я-то теперь? При чём же? А вы, пословицы, слышали? Свои собаки грызутся, чужая не приставай. Извините, я не понимаю, в каком смысле? А вот пойдём, я тебе дорогу растопую. Как-то так идти? Ничем скорее, тем лучше. Уж видимое дело, что с тем же трактом да и назад пожалуйте. Прощайте, 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 прощайте. До вес, до любовь. А как же я маменьке с... А как же я с правой? С правой с мамой... И прекрасно! И прекрасно! Вот теперь сядем чай пить! Маша, давай самовар! КОНЕЦ 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 КОНЕЦ